всем ребят привет сегодня у меня очередной выпуск выпуск и не знаю как у нас получится очень пасмурно очень хмуро съехали шел дождик я приехал в любимую деревню в гости позвал дмитрий дмитрий настраивать прибор и сегодня хотим небольшой участок разошурфить здесь свое время когда у меня было свободное время в гостях пару раз я ковырнул достал здесь несколько советиков пару цариков решили продолжить шурфить и посмотрим что у нас из этого с находками я вас уверяю будут но довольно таки интересных к сожалению наверное все же нет но хочу заинтриговать то что здесь наверное метрах 500 отсюда местные жители идя по дороге после дождя грязь слякоть что-то проблеснуло на дорожке он не побрезгал поднял 5 рублей николаевские так что может и златишка выпасть так что смотрим находки будут вы об этом знаете и так ребята у нас начался дождь но такой мелкий знаете терпимо копать еще можно у меня первая находка пришлось за камеры сходить машину вот сделали пару штуков лопаты и первая же монета и получается у нас царская монета копеечка одна копейка 1902 года такая монетка немного затертая но пойдет пойдет первый царь это очень очень хорошо первый выскочил царь вот здесь вот я в свое время зашурфился вот сейчас снова приехали и решил немножко распахать здесь ну ладно ладно посмотрим как у нас получится с находками смотрим итак ребята наконец-то его дмитрия находка 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 царская 2 копейки 1900 какой-то год вот такая вот монетка наверно 901 сейчас глянем 904 904 год зачетно 904 у меня в принципе нет сейчас гляну по каталогу как она у нас вообще может озвучить цену продолжаем это вот дмитрий ямку небольшую скопал и вон там ямка уже моя копаем рядышком продолжаем и так ребята буквально только что хвастался дмитриевской на охоткой душкой выкопал 2 совка именно 2 и начал прозванивать и был на аське чистый медный сигнал вытаскивал пином гвоздики но был удивлен тем что не может быть чтобы гвоздики сигнали медью чистый медик ну и был прав выпала двушка двушка такая знаете приятной толщины толстенькая год 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 сказать не могу сейчас немножко с вашего разрешения ее смочу и скажу год у нас 1911 вот такая вот двушка зачетный такой рельеф высокий очень высокая монета приятная приятная находка все лидерство я взял а то был дмитрий у него царская двушка советская тоже душка дадим и вот то есть не знаю и у меня уже 2 царских монеты а копаем то буквально чуть-чуть маленькая ямка у дмитрия и маленькая ямка у меня все продолжаем результат есть так что не зря выехали в дождь грязь погоду у нас как вы видите вообще ужасная очень хмурится погода но мы копаем и так ребята переехали мы на нашу на мою вернее любимую распашечку дмитрий тоже заинтересовала она и решил тоже покопаться здесь вот в принципе дождик уже немножко стих но вымокли мы насквозь и напоследок под вечер мы приехали на ту самую распашечку где улыбалась мне удача в принципе находок здесь очень было много хорошие все цари все разного периода самое главное были большие монеты и катиной пятаки и павловские двушки и трешки серебром в общем все 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 здесь на данном вот участке и сейчас дождь идет почву смочил вот на такой уровень но все равно проводность металла немножко улучшилась и думаю что нибудь мы здесь сегодня вытащим там в принципе тоже на шурфе было неплохо немножко я его присыпал но завтра на него же вернусь так что вот получилось примерно вот так вот пока ну я думаю находки будет у дмитрия уже что-то звенит очень здорово так что идем и смотрим так ребята я говорил что у дмитрия там что-то звенит и смотрите что он поднял ну-ка дмитрий нет это двушка наверно екатеринск у какой сохран смотрите ребята какая 1790 года смотрите какой сохран ух ты я же говорю почву промокла и проводность улучшилась смотрите какой сохран у коник здесь в принципе достойный достойная монета офигеть дмитрий наверно все довольно он думал катин пятак но к сожалению немножко меньше достоинством придет классно ну монет вообще в шикарном поздравляю дмитрий спасибо прям зачетные монеты самое главное смотрите верховой практически офигеть так что вот так вот только что я вам говорил в дмитрий сигнал и вот он какой сигнал у нас первый жигулевский классно классно а я еще не расчехлился сейчас снова продолжим смотрим не так ребята ну и у меня находка но находка не такая сенсационная как у дмитрия у меня 15 копеек 57 года рамочник и он немножко дефектован дмитрий у нас еще поднял сейчас перстень ок в конце видео я покажу что за перстень а так продолжаем продолжаем битых мест не бывает только я на этом месте уже четвертый раз находки все-таки есть смотрим не так ребята такой нюанс смотрите здесь вот тропинка идет и тропинка проходит здесь вот через распашку и подходя к миг сюда вот мимо я увидел вот что смотрите вот она лежит я и даже не трогал не знаю что это такое позвал дмитрия и визуально монетка смотрим что это за монета так монетка монетка это явно царская так что за монета она образец николаевского двушка такая монетка визуально когда ходите с прибором смотрите по сторонам можете найти интересные находки без прибора ладно ладно продолжаем интересный вот такой момент сюжет смотрим итак ребята дмитрий убежал в травку дождик и увидел лучшим звезда это елизавета они екатерины копеечка елизавета классно вот диману фортанова и двушечку катину и вот такую елизавету обалденно болен вот пред вот человеку пред смотрим прет димана одному фортанула так форта нет еще смотрим итак ребята дмитрий остался на том поле я перебежал вот на это и у меня буквально отошел я только но метров наверно 15 и у меня сигнальчик был здоровский и это у меня монета и вместе с вами сейчас будем смотреть что это за монета царская советская или все-таки ходячка потому что здесь невозможно угадать потому что пакетики я натянул на приборчик как вы видите вот чтобы не замок и вот на монета и смотрим что это за монета а это александр александр второй судя по всему копеечка как вы видите вензеля проглядывается а с другой стороны пока ничего не видно вот такая вот монетка ну все равно приятно забираем александр второй отправляется к нам в карман а потом чистка и коллекция смотрим дальше и так ребят подошло к димону а димана сигнал был и это у нас смотрите что если кто зрячий может углядеть это у нас серебро причем не билончик а царский 1879 года билоны царские пошли где-то в перевод николая а это наверное все таки чистое серебро 900 проба хотя могу ошибаться если кто-то в курсе этого вопроса отпишитесь буду знать с какого года у нас билончики пошли вот такой зачетный и пиндосик 15 копеек серебряная ну всего диман сегодня чемпион вообще чемпион продолжаем дмитрий говорит уже надо собираться но я думаю еще наверно пин минут 15 можно погулять пока позволяет световой день но дождик конечно нас не пугает вымокли полностью насквозь еще по монете я думаю подымем и закончим на сегодня видео коп но смотрим ждем окончания нашего сюжета и смотрим что можно в дождь поднять на битых полях где уже много-много раз ходили и все же после дождя как вы видите вылетает серебро как в данном случае у нас выпало у дмитрия ну ладно ладно посмотрим ждем не так ребята из глубины из такой вот глубокой в принципе ямки был сигнал хороший его решил додолбить и додолбил это у нас копеечка царская год к сожалению сказать не смогу вот такая монетка блин вот сейчас уходишь темно а на камере как-то передается что светло так уже фнари горят машины со включенными фарами а камера здорово передает то есть что еще светло на самом деле уже как бы сумерки ладно я поднял монету мне может закругляться а дмитрий еще нет так что ему еще надо продолжать смотрим смотрим на дмитрия как он выкопает у нас монету да дмитрий я монету поднял ты теперь должен и мы будем собираться все все дмитрий сказал так и будет сейчас он подымет смотрим итак ребята дмитрий у нас поднял капусту можно возвращаться но он он не хочет здесь вот у меня в этой ямке был хороший сигнал думал серебро потом хлоп пропал сигнал но он был устойчивый на макро рейсером показал 96 и все время 96 94 я уж думал серебро ли что-то в этом роде потом хлоп пропал я снова выковырил и выпал вот такая круглая монетка к сожалению сказать что не могу по размеру наверно что-то в этом роде трешки блин совсем расплывается из-за того что у нас уже сумерки и стоит у нас а чуть и ну стоп ребята стоп 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 сейчас включусь может быть не так ребят нет мне показалось показалось вот эти точки такие вот белого цвета я думал серебро но разглядел это у нас капуста две копейки такая вот монетка блин дождь темнота и все размывается такой эффект размытый ну ладно думаю пойдет вот такая вот появился небольшой фокус такая вот душечка ладно идем смотрим дальше итак ребят все идем к машинам где капусту только что поднял в этой ямке выпала еще одна монета вот она судя по размеру это наверно копеечка царская но к сожалению вам показать что за монета не смогу уже темно ладно сейчас попробую обзор в машине сделать при помощи фонарика все идем идем а вы ждите обзора смотрим итак ребят буду заканчивать свой видеокоп именно обзором находками сегодня дмитрий просто в ударе находки него просто зашибись тем что у него все цари разные то есть катя лиза александр анна ивановна и николай все 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 по одной монете но все практически цари ну я взял немножко количеством ну а сейчас то самое количество ну по количеству ребят вот так вот какая-то хреновина медная звенела я взял темно было пулька две копеечки капуста две копейки николаевский образец копеечка александр второй копеечка александр второй николаевский образец это у нас николай копейка 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 затесалась даже ходячка советики две пятнашки щитовичок и рамочник и двушечка сорокового года ну а димана вообще шикардос сегодня поднял крест обычный нательный кольцо обручальное вот такой вот зачетный перстень женский судя по размеру но здесь вот имеется такой образ возможно даже какой-то образ святого или ангел ну видно силуэт человека и крылья по бокам затем советик это неинтересно советик неинтересно затем вот такой шикарный вообще зачетные монитосик это у нас двушка екатериновская 1790 года вообще классно потом царица полей тереть не будем дальше у нас вот такая вот классная елизавета наверно все-таки копеечка классная двушечка николаевский образец вот такая даже анна ивановна деньга 1730 года не знаю может быть еще год и образ редкий возможно но это чистка и серебро как же под дождем и без серебра вот такая серебруха 1879 года 15 копеек вообще зачет в дождь и без серебра это невозможно ну и все вот так вот получилось у нас сегодня неплохо неплохо ну а сейчас все пока и удачи а